Снизить уровень безработицы в республике намерены за счет перераспределения трудовых ресурсов сельских и центральных районов в западные и южные. Этому будут способствовать стартовавший в республике проект «Местные кадры в промышленность». Тему продолжит Туяра Филиппова. Миграция внутри республики за последние годы привела к тому, что более половины населения проживает в центральных районах Якутии. При этом наибольший уровень безработицы именно в сельских улусах. Альберт Андросов из Татинска-Лоуса после переобучения в Якутске на водителя-погрузчика сейчас работает в компании «Колмар» в Нерюнгринском районе. Устроился через центр занятости. Ну, здесь нравится, коллектив хороший, дружный. Условия есть, да, условия хорошие, зарплата хорошая. На селе работы нет, а вот в крупных промышленных компаниях, где средняя заработная плата составляет порядка 95 тысяч рублей в месяц, кадры в основном привлекают из других регионов России и из-за рубежа. Поэтому власти республики сейчас ставят задачу изменить такую ситуацию. В результате реализации проекта «Местные кадры в промышленность» в течение трех лет на предприятии промышленности должно быть трудоустроено не менее 10 тысяч якутян. Акцент поэтому будет ставиться на профессиональное обучение молодежи. Владимир Титов, геодезист Батубинской георазведочной экспедиции, в школе занимался туризмом. Увлечение переросло в профессию. Теперь от него зависит освоение перспективных месторождений. Работа геодезиста очень ответственна, так как от нас зависит в том или ином месте будет пробурена скважина, а это может быть пропущенное месторождение. Сегодня на промышленных предприятиях республики работают около 37 тысяч человек. Из них порядка 14 тысяч специалистов заняты в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и 23 тысячи в добыче прочих ископаемых. Компании «Колмар», «Якутуголь», «Эльгауколь», «Алданзолото», «ГРК», «Золото Селегдара» в этом году заявили о вакансиях на 926 рабочих мест. В промышленных компаниях существует потребность в следующих рабочих специальностях. Машинисты, тяжелые землеройные техники, экскаваторщики, водители большегрузных автомобилей, проходчики подземных горных выработок, операторы нефтяных и газовых скважин, электрослесари и другие. Для того, чтобы сельские жители смогли работать в промышленных компаниях, одного желания мало. Необходимо пройти профессиональное переобучение и стажировку через центры занятости по месту жительства. И, конечно же, востребованы у компании рабочие профессии. И служба занятости готова реализовать и предоставить населению услуги по переподготовке по этим профессиям. Тем временем, только при реализации крупных инвестиционных проектов до 2026 года будет создано не менее 30 тысяч новых рабочих мест.